Мы в Талине перешли в ресторан Nautilus, ресторан морепродуктов. Мы много про него читали, изучали, и вот мы здесь. У меня был день рождения 5 мая, и вот в честь моего 35-летия мы сегодня здесь. Этот ресторан Nautilus Ooster Bar Amgrey находится в старом городе. Криппедвисери занимает 44-е место из 922. Отзывы в основном положительные. Он позиционирует себя в основном как ресторан морепродуктов, но есть меню и... Что есть? Корей, ягненка есть, стейк, хреба есть. Есть и мясо. Очень большая винная карта. Ну и меню тоже такое. Есть что выбрать. Что по цене? Устрицы стоят сколько? По 3,5 евро? Одна штучка. Да, если свежая. Есть тут еще запеченные. Три устрицы 13,50. Тартар из говядины 10,70. Тартар из кунца 12,30. Есть ассорти морепродуктов. В среднем, вот ассорти морепродуктов наутил. В среднем, устрицы, ноги снежного краба, красные аргентинские креветки, креветки ваномеи, северные креветки, лангусты, раки, морские улитки, маринованные гребешки, мидии и моллюски. 52,90 для двух человек, 79,90 для четырех человек. Ну, скажу слово. Я спрашивала, если на двух человек, там написано устрица, там всего две штучки будет. То есть там всего чисто попробовать. Осетровый икраш, черный. 30 грамм, 36 евро. Пол лобстера, 29,50. Суп буебес. Вот я все хотел его попробовать, но нигде не мог найти. 13,90. Ну, посмотрим, что там такое. Каре ягненка, 18,50. Недорогое, кстати. Еще морские гребешки Бенедикт с пошированным яйцом, зеленой спаржей, хрустящими креветками, голландским соусом с лобстером, 18,90. Стейк Рибай, 26 евро. Пиво нормальное, разливончик 6 евро. Это тут самое, что можно... Пиво на пиве как-то не наваривается, нормальная цена. Да, и приносят воду. Мы попросили, как во Франции мы заказывали, воду из-под крана. Ну, бесплатно, соответственно. Потому что, если заказывать воду по меню, то можно разориться. Как бы, везде не дешево стоят, а приносят в стакане. Да, один стаканчик с 2,5 евро, это не в ресторане. Вода здесь худшего качества, чем в Ницце нам приносили, например. Ну, что делать, на халяву за мной. Прикольный туалет тут. Мы картины, раковины такие, мыльца. Как вон в фильмах тут все. Полотенчики одноразовые для каждого. Класс вообще. Все такое классно, аккуратно. Вон, передохнуть можно. Ее вот и принесли моим блюдом. Кустрицы фентеклер. Так, два вида креветок. Какие ухты? Фентеклер. Или шантеклер. Она говорит, они говорят фентеклер. Можете... Ой, пинда-пейс для вас. Картофи. Картофи. О, очень радостно. Спасибо. Добавляйте вашему вкусу. Спасибо. Так, два вида креветок и снежный краб. Он дороже почему-то обычного и так. Мы посмотрим, у меня есть чем сравнить. Сравним с Камчатским. Темику принесли бы я без. Яречки в картофи. Вон моя спица есть. Девушка официантка вежливая. Милая. Говорит только по-английски. Ну и по-эстански, наверное. Но по-эстански не говорим мы. По-английски кое-как еще кумека. Поэтому общение происходит на английском. Ну как тебе туалет? Да, я зашел в туалет тоже, прикольнулся. Одноразовый полотенчик, а там кресла стоят, журналы. Они так все цивилизают. Как говорится, по заведению судят по чистоте и убранству его туалета. Но будем считать, что значит это заведение очень приличное. Темику принесли блюда, гребешки. Он все про гребешки говорит. Какие смотрит передачи, все ему гребешки. Вкус такие я не пробовал. Вкус такой интересный. Я пробовал какие-то жареные тогда. И все. А это цельный. Вот какие я хотел пробовать. Вкус такой очень интересный. Почему-то мне какой-то напомнил. Это сразу такая ситуация. Теплое мороженое. А вот это что? Это яйцо. А, яйцо пошел. Когда мы смотрели сериал «Кухня», там все. Нас интересовали разные блюда. Меня в частности. Я хотел попробовать из этой кухни стейк-ребай. Попробую. Суба ебес. Попробую. Гребешки. Да, гребешки. Попробую. Каре и гненка. Каре и гненка тоже попробую. И что тебе больше всего понравилось? Драники и пельмени. Честно признаюсь. Да ешь ты. Как так просто. Спасибо. О, Ксюше принесли что-то. Понял. Вы, наверное, не совсем поняли кому. Это все желтые. Зачем так быстро забыли? Принесли десерт со свечкой, что я договорился в самом начале, что принесли, как Ксюша, в честь Дня Рождения. Но когда мы были в Риге два года назад, ну сколько, четыре года назад, мы там тоже отмечали Ксюшень Дня Рождения. Именно вот в такое время в ресторане, как он назывался? Ой, я уже не вспомнила. Я помнила, но забыл. Тоже было очень все классно, красиво, вкусно. Ну, десерт принесли, именно там пианист начал играть на пианино. Я пелес, я и тую, издалека несли, так все красиво, все оборачивались, свет приключили. Было так это все... Эффект. Да. Ну, а здесь как-то из угла вынесли. Оп, сунули, я как-то сразу налетел, даже мы не поняли, что это. Ну, ведь официантка я не приняла, думала, это для ребенка. Ну, ничего, вкусно, хито хорошо. Вот тут такой антураж. Ксюша мило беседует. Мне понравилось, было интересно, вкусно, мило. Ресторан на Утилус Устрец Крит. Вот этот ресторан, бар на Утилус Остер Бар энд Грин. Ну, что ты скажешь уже на выходе? На выходе я скажу. Когда я наевшись и напившись, я такая добрая. Вот что я вам скажу. А еще когда из еды, это были мои любимые, изысканные морепродукты, это вообще устрица наивкуснейшая, наисвежайшая. Ну, Тёмя говорит, может, я не ела других, я не знаю. Но если бы были тут плохие, тут бы не собирались толпами. Попробуй еще стол закажем. Креветки вообще, такие вкусные. Ресторан мне очень понравился. Обслуживание хорошее. Персонал вежливый. Интерьер уютный. Музыка такая играет хорошая. С семьей можно поговорить. Я бы сюда ходила каждый день. Рекомендуем. Ну, на то мы порешили. Рекомендуем. Всем пока. Пока.